Герои, слава! То, что произошло вчера в Грузии, на самом деле, это постепенная политическая аннексия Грузии со стороны России. Постепенно грузинское правительство пытается сделать так, чтобы грузинский народ привык к тому, что постоянно приезжают какие-либо политические лица со стороны Российской Федерации. От оккупанта. Да, от оккупанта. Но самая большая и тотальная ошибка заключалась в том, что буквально вчера грузинское правительство, пророссийского характера, посадив российского дипломата в кресло спикера парламента Грузии, дав ему, в буквальном смысле этого слова, позволив ему высказываться и давать рекомендации относительно территориальной целостности Грузии, рекомендуя признать независимость так называемой Абхазии и Южной Осетии, она просто плюнула в лицо любого гражданина. После этого, когда грузинский народ встал и вышел на акцию протеста к парламенту, мы увидели абсолютно то же самое, что в свое время использовал Янукович. Это та же сила. И Порошенко, и Янукович. После всех тех моментов насилия, которые произошли вчерашней ночью, сегодня, вся страна, вся Грузия, по всей Грузии проходят масштабные акции протеста. Споте у вас. Совершенно верно. Соответственно, здесь, в Украине, здесь, в Харькове, как и во многих других городах, граждане Грузии вышли вместе с украинцами в знак солидарности граждан Грузии, которые борются за свободу слова. Это очень символично, что мы стоим плечом к плечу. В конфликте в Абхазии, во время конфликта в Южной Осетии украинцы приезжали и воевали на стороне Грузии. Во время оккупации Украины, грузинский народ приезжает и воюет плечом к плечу вместе с украинцами. Это наша общая борьба, в которой мы обязательно победим, если мы будем так же, как сегодня вместе. Спасибо. Дяку вам. Дяку вам. Субтитры создавал DimaTorzok За Коколос! За Коколос! У-у-у! У-у-у! Я думаю, что то, что произошло вчора, это была провокация с боку российских элит. Все знают, что... Которые в Грузии? Которые в Грузии, они приехали, они нахабно приехали. Эта людина под прикрытием какого-то православного, православной единости прийшла в наш парламент. Кагибистское православие, гундяевское. Кагибистское. Эти мотивы мы слышим уже 20 лет, мы не верим в такое православное правство, когда у нас в Абхазии и Южной Осетии каждый день выкрадают наших людей, каждый день бывают, и это для нас не православная единость. То есть они путиновскую гниль, кремльовскую, решили представить как будто русское православие, там кто-то приехал, гундяевский, кагибистский, патриарховый. В Грузии никакого авторитета у российского православия нет, у нас это своя церковь. Если кто-то поднимает руку на грузинской территории, на нашу целесность, до речи, там было вчера очень много украинских прапорей, потому что мы очень солидарны с Украиной також. Особенно меня просто радовало, что депутат Держдумы, который признав Абхазию и Южной Осетии независимыми, голосовал за анексию Криму и конфликт на Донбассе в Россию. Он просто так нахабно приехал и сел в кресло спикера нашего парламенту. В 2018 году мы выгнали этих большевиков из Грузииского парламента. Вчера мы пытались выгнать этих большевиков, этих гавриловых, коммунистов, которые на 100 чертили уже несколько веков. Мы их выжимаем из Грузинского парламента, выжимаем из Грузии, выжимаем из Украины, я считаю. А потом из России, потому что противоросийского народа ничего не имеем. Так, и его нужно так же освободить от кремлистской заразы, продажной, который сталкивает с лбами наши народы, чтобы они друг друга ризали. Первый, кто страждает от путинской России. Это насамперед россияне. Я им очень сповчула, россияне. Дуже дякую.